Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Видео будет необычного жанра для моего канала, но я спросила у вас в инстаграме, хотите ли вы видеть подобное видео на моем канале, и 70% ответили да. Собственно, после этого я решила это видео и снимать. Я здесь составила вам 8 пунктов самых главных, что нужно знать, если вы хотите стать ютубером. Может быть, некоторые из вас напишут мне в комментариях, что Айка, слишком рано ты решила снимать это видео, у тебя не миллион просмотров, чтобы рассуждать на эту тему. Но я хочу отметить такой момент. Люди, которые сейчас имеют миллион подписчиков, они начинали лет 5 назад. И лет 5 назад были другие условия на ютубе. Лет 5 назад вы могли просто выложить видео, и оно просто набирало просмотров. А сейчас, если даже ты делаешь годный контент, это просто может не идти. Я начинала свой канал сравнительно недавно, то есть 2 года назад. И за 2 года я набрала 125 тысяч подписчиков. Я считаю, что это хороший результат. И я знаю кое-какие секреты, которыми я хочу поделиться с вами, если вы хотите начать зарабатывать с ютуба. Правда ли то, что с ютуба зарабатывают деньги, ребят? Да. Все уже давным-давно знают, что на ютубе блогеры зарабатывают деньги. Сумма этих денег зависит от коммерческих просмотров. Если вы хотите, я вам сниму отдельное видео на эту тему. Сегодня мы поговорим немножко о другом. Сегодня мы поговорим о том, как реально набрать аудиторию, тысячу подписчиков и 4000 часов, чтобы непосредственно получить монетизацию. То есть, если вы просто создали канал и выложили там видео, ничего вам никто платить не будет. Вам нужно 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров. Для этого вам нужна аудитория, люди, которые будут смотреть ваши видео. Как найти этих зрителей, если ютуб сам непосредственно ваши видео не продвигает? Во-первых, на ваших видео пока что нет монетизации. Следовательно, ютубу невыгодно их продвигать, потому что на них все равно нет рекламы. Но как добиться того, чтобы получить рекламу? Итак, первое. Это комментарии. Пишите как можно больше комментариев. И не таких, как Пожалуйста, подпишись на мой канал, я тебя умоляю, загляни ко мне. Нет, это не канает, это не работает, это даже оттолкнет зрителей от вас. Даже если человек хотел на вас подписаться, после подобных комментариев он подумает, да ну нафиг. Я вам рассказывала про мукбанкера, которая всем моим подписчикам в инстаграме отправляла запрос. И там у нее в шапке я, начинающий мукбанкер. Пожалуйста, подпишитесь, пожалуйста, поддержите меня. Ребят, это не работает. Даже если бы человек хотел ее смотреть, он уже смотреть не будет. Именно из-за вот этих вот попрошайнических методов. Как стоит писать комментарии? Заходите на канал, например, вы хотите завести бьюти канал, правильно? Вы заходите на канал ваших конкурентов, например. И пишите там комментарии. Например, она демонстрирует какую-то палетку от Essence. Вы пишите, а у меня тоже есть обзор на эту палетку. Классное видео. У меня тоже есть такое видео. Или я тоже собираюсь в ближайшее время снять подобное видео. И люди, которые читают эти комментарии, они видят, что вы тоже блогер. И заходят на ваш канал и смотрят ваши видео. А может быть, этот зритель даже останется у вас надолго. Поэтому тут действовать нужно очень тонко. Зритель не должен понять, что вы заставляете, зазываете его на свой канал, понимаете? Но в то же время он должен нечаянно попасть туда. Пишите как можно больше комментариев. Даже не обязательно прям про то, что вы снимаете что-то и так далее. Обязательно ваши комментарии должны попадать в топы, набирать много лайков, чтобы люди чисто случайно заходили и смотрели на человека, который написал этот комментарий. Пишите как можно больше комментариев, потому что просто так YouTube вас рекомендовать не будет. К сожалению, сейчас условия очень жесткие, конкурентов много. И YouTube старается рекомендовать уже проверенный контент. Второй момент это одна тема. То есть ваш канал должен быть посвящен одной теме, хотя бы на начальных этапах развития. Вы представьте, вы снимаете мукбанки и тут вы снимаете видео, как сажать огурцы в парнике и как они будут хорошо там себя чувствовать. Кому это интересно? Тем зрителям, которые смотрят мукбанки? Нет, конечно. Может быть реально про огурцы это прям супер тема. Всем интересно, как огурцы легко вырастить в парнике. Но не на вашем канале, потому что вы, например, набираете аудиторию для мукбанка. Когда у вас уже большая аудитория, вы можете потихоньку начать снимать влоги, потихоньку снимать что-то другое. То есть расширять спектр услуг, так скажем. Но на начальных этапах это выглядит глупо. Если вы разносторонний человек и у вас таланты везде, это круто. Но не надо их показывать сразу, все таланты. Не раскрывайте все карты сразу. Это просто отвернет людей. И, например, люди подписались на кулинарию. Просто, к примеру, люди ждут очередной рецепт. Правильно? У них в ленте выходит, например, как шить платье. Им это неинтересно. Они это пролистывают, идут дальше. И получается, что YouTube думает, что это видео неинтересное. Потому что человек, который на вас подписался, даже он это видео не смотрит. Поэтому хотя бы на начальных этапах просто идите по одной линии. Даже если куча талантов. Даже если вы танцуете и шьете. И все-все-все-все-все можете. Потом все это покажете. Когда будет чуть больше подписчиков. Договорились? Следующий момент. Хэштеги. Когда я начинала, все блогеры в один голос мне говорили, что хэштеги это все. Просто ставьте нормальные хэштеги. Если вы не будете ставить хэштеги, то ничего не двинется с места. Ребят, это полнейшая чушь. Лично по своему опыту я вам говорю. У меня есть видео, на котором миллион просмотров. И на котором нет ни одного хэштега. Есть видео, на котором вот такие вот хэштеги. Я их выбирала. Просто целый час сидела. И думала, какой же хэштег написать, чтобы видео хорошенько пошло по течению. Но на самом деле это вообще не сработало. Это видео набрало что-то в районе 10 тысяч. В общем, ничего. Поэтому я думаю, что хэштеги все-таки они уже не работают. Может быть когда-то, когда не было такой конкуренции, они как-то и работали. То есть вы писали какие-то слова в хэштеге. В поисковике, когда эти слова вводили, ваше видео тоже выходило. Но сейчас это, к сожалению, работает не так. Основным главным фактором является удержание аудитории. То есть человек, который зашел на ваше видео, должен как можно дольше просмотреть его. Если человек выходит, то удержание аудитории падает. И следовательно, ваше видео не попадали в рекомендации. Моя самая главная фишка как раз-таки заключалась в том, что мне везло. Люди, которые заходили на мой канал, просматривали видео очень много. То есть почти до конца. И поэтому мои видео очень часто выходят в рекомендации. Даже иногда они выходят людям, которые не любят мукбанки. И заходят и пишут мне, что надоели твои видео в рекомендациях. Это просто связано с тем, что люди смотрят до конца. А чтобы люди смотрели до конца, что нужно? Нужно делать контент какой-то интересный, не нудный. Понимаете? Например, вы снимаете пустые баночки. Вы сначала должны показать самые интересные пустые баночки. А потом уже то, что не очень. Понимаете? Сначала вы должны заинтересовать, чтобы человек сразу не вышел с вашего видео. С первых минут. Понимаете? Хотя бы до половины он должен досмотреть. Поэтому не должно быть монотонно. Должно быть вот так вот. Надеюсь, что это видео наберет. А то будет очень тупо. Я рассказываю про то, как набрать просмотры. А на этом видео нет просмотров. Кстати, такой вот момент лайки и дизлайки. Многие думают, ой, на видео столько дизлайков. На самом деле дизлайки тоже помогают поднять видео в рейтинге. Так что и лайки, и дизлайки это круто. Для блогера без разницы, поставьте лайк или дизлайк. Все равно это поможет ему продвигать его видео. Четвертый пункт. Снимайте актуальные темы. Смотрите на своих конкурентов. Какие видео хорошо набирают у них. Например, что в моей сумке. Заядлый тег, не правда ли? Но этот тег реально набирает у всех. Просто что в моем телефоне, что в моем айфоне. Почему-то эти видео набирают очень много. Например, мое утро. Я не знаю почему и не знаю, как это работает. Потому что я лично эти видео давным-давно не смотрю. Но по статистике они набирают много просмотров. Также и вы стараетесь именно снимать тот контент, который может попасть в рекомендации. На первых этапах снимать влоги я вам не рекомендую. Потому что влоги в основном смотрят ваша аудитория, ваши подписчики. А когда вы начинаете, у вас этих подписчиков, к сожалению, пока что нет. Поэтому нужно снимать что-то актуальное. Заходите к другим блогерам. Смотрите на все их видео. Смотрите, какие видео у них набирают больше всего просмотров. Я не говорю, что копируйте, снимайте что-то свое. Но в названии тема должна быть эта. Следующий момент это реклама у других блогеров. Я реально никогда не покупала рекламу у других блогеров. Да и сейчас очень мало блогеров, которые согласны рекламировать чужие каналы. Это реально максимально тупо. Когда-то я тоже это делала. Два раза, по-моему, рекламировала чужие каналы. Но потом мне в маркетинге объяснили, что это максимально тупо. Реально ни один уважающий себя блогер не будет рекламировать чьи-то каналы. Вы представьте, например, первый канал рекламирует СТС. Или, например, СТС рекламирует ТНТ. Вы когда-нибудь такое видели? Нет, конечно. Здесь система работает так же. Например, я своим зрителям рекомендую другого блогера. Он переходит и начинает смотреть и его, и меня. У него времени неограниченное количество. Видео в Ютубе длинные. И получается, что его время теперь делится на два блогера. И получается, что из двух моих видео он будет смотреть одно мое видео, а другое видео того блогера, которого я ему порекомендовала. Правильно? То есть для меня это невыгодно. Я теряю своих зрителей. И это максимально тупо и неправильно, ребята. Поэтому очень часто мне пишут на почту начинающий мукбанкер. Я уже миллион раз говорила это в видео. Но скажу еще раз. Ребята, не пишите мне по этому поводу, потому что я не рекламирую чужие каналы. Потому что мне дорог мой канал. Я не хочу свою аудиторию направлять на кого-то другого из-за денег. Но если вы все-таки нашли такого лоха, который вас прорекламирует, то обязательно пользуйтесь этой возможностью. Сделайте себе рекламу и наберите первую тысячу подписчиков. И сразу уже начните зарабатывать. Я, например, полгода набирала свою тысячу подписчиков. Это очень долго. Я тратила максимум усилий. Не знаю, покупала какие-то вещи, снимала обзоры. Я же на это тоже тратила деньги, по идее, да? И ничего не зарабатывала. Получается, что в неделю три видео, каждую неделю не пропуская. И ни копейки денег. Следующий момент это качество видео. Сейчас уже зрители настолько избалованы хорошим качественным контентом. Хорошей картинкой, хорошим звуком. Поэтому видео на телефон уже никто смотреть не будет, к сожалению. Но все-таки, если вы такая харизматичная, вы говорите такие темы, которые нигде не затрагиваются, таких блогеров, как вы, нету, например, да? Можно чем-то другим привлечь. Но большинство людей все-таки ведутся на качество в основном. Как говорит маркетинг, в основном это богатые люди, которые любят все дорогое, все хорошее, качественное. И они просто не позволяют тебе смотреть такой контент. Хотя я, если честно, спокойно могу посмотреть и какого-то начинающего блогера. Для меня это не принципиально. Но, к сожалению, таких людей, как я, очень мало. Большинство людей любят качественную картинку, хороший монтаж, четкий звук и так далее. Поэтому, если вы решили стать блогером, я вам советую все-таки отстегнуть бабок и купить себе камеру, микрофон и так далее. Если есть на это возможность. Потому что, если стартовать, так стартовать круто, хорошо. Следующий момент это периодичность. Это не значит, что нужно, как я, каждый день обязательно выкладывать видео. Нет, вы можете выкладывать два раза в неделю. Но это должно быть периодично. Понимаете? Вы не можете выкладывать каждый день видео в течение недели, а потом на месяц исчезать. Это так не работает, ребята. Ваши зрители привыкнут к тому, что, например, два раза в неделю у тебя видео. И будут ждать это непосредственно видео. А лучше даже, если видео будет выходить в одно и то же время. Это просто будет супер. Я, кстати, стараюсь так сделать. Раньше я постоянно выкладывала видео ровно в 12. Сейчас, к сожалению, у меня это не получается. Потому что я снимаю сложные видео, там спать и все такое. Пока ей снимешь, пока мне снимешь, пока смонтируешь и все дела. Но я стараюсь и я хочу наконец-то начать выкладывать видео каждый день в одно и то же время. Для этого нужно снять где-то 5-6 видео и оставить их в закрытом доступе. А затем каждый раз в 12 открывать доступ, например. Я к этому иду. Надеюсь, что у меня получится. Это очень круто. То есть люди ждут ваше видео в определенное время. И они заходят именно в YouTube. И уже сразу в это время у вас куча просмотров получается. YouTube думает, что это видео интересно и начинает рекомендовать. А ты не хочешь, ты не хочешь, ты не хочешь. Все смотрят это видео. За минуту столько набрало. Понимаете, как работает? Оформление канала это последний пункт, который мы обсудим сегодня. Если вы хотите продолжение, то ставьте лайки. Если будет 7000 лайков, будет вторая часть. Мы будем обсуждать, какую программу для монтажа я использую, какую камеру. И все остальные тонкости я расскажу в следующем видео. Что касается оформления канала. Если у вас нету обложки канала. Если нету значка и так далее. Не обязательно покупать у последних, не знаю, мастеров фотошопа. Супер профессиональную обложку. То есть можно и просто какую-то однотонную. Но оформление канала обязательно должно быть. В общем на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. А самое главное, это видео для вас было хоть немножечко полезным. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочка внизу. Всех целую и люблю. С вами была Эймили. Пока.